Теперь им с автобусами по пути. С этого дня водители такси смогут ездить по выделенной полосе для общественного транспорта. Сегодня вступают в силу поправки в правила дорожного движения. Коснуться они и тех, кто использует авто только в личных целях. Ксения Жаркова вчитывалась в ПДД. Вон, смотрите, парень стоит. Ну, сажать не будем. Все желающие поймать машину в салон одного авто не поместятся. Тимур часто передвигается по городу, нередко подсаживает попутчиков. Правда, делает это не ради денежной выгоды. Ну, людей жалко бывает. Просто на улице. Ну, мороз там. Что жалко, что ли? Если тем более по пути, в принципе, время позволяет. Почему бы не довезти человека? Отныне, если водитель примет даже от случайного попутчика деньги, сразу попадает в список нелегалов. Следить за этим будут в ходе рейдов. Если поймают, то придется заплатить штраф в 5000 рублей. При себе всем таксистам отныне надо иметь разрешение на деятельность. А машины должны быть оборудованы таксометрами и опознавательными знаками. Правила для игроков рынка перевозок стали одинаковыми. Фонарь, который крепится на крыше, должен иметь оранжевый цвет. Должна быть цветографическая пленка. Таксометр установлен для оплаты проезда. Тем, кто соблюдает правила бизнеса такси – свободная дорога. Легковые перевозчики с этого дня могут ездить по полосе общественного транспорта. Правда, первое время камеры все же будут фиксировать это как нарушение. Есть механизм прекратить материал по тому иному таксисту, если он скажет, что он таксист. Поэтому мы пока рекомендуем без необходимости не заезжать. Изменения коснулись и тех, кто пользуется авто в личных целях. Теперь запрет на стоянку не распространяется на машины, за рулем и в салоне которых находятся люди с ограниченными физическими возможностями. Возить талон техосмотра с собой уже не нужно. Попросить предъявить его сотрудники ГИБДД не смогут. Отныне ТО нужно лишь для того, чтобы заключить договор об обязательном автостраховании. Ксения Жаркова, Илья Шорин, Илья Савельев. Вести. Татарстан.